Трасса 101 Не скучного пути. На 101.0 трасса 101. Меня зовут Владимир Сметанин. Вперед! В ближайшие дни на рассмотрение Госдумы может поступить законопроект, запрещающий чиновникам приобретать в рамках госзакупок машины дороже 3 миллионов рублей. Автор идеи – депутат Вячеслав Высаков. По его словам, цитирую, «если главы субъектов, особенно дотационных, позволяют себе покупать роскошные автомобили, то это удовлетворение собственных амбиций и ничего более». Отмечу, что предложения по ограничению стоимости авто для госслужащих звучали и ранее. Говорилось также о необходимости пересадки власть имущих на легковушки российского производства – ВАЗ и ГАЗ. Эту точку зрения разделяет председатель областного союза автомобилистов Сергей Ердяков. А вот планку в 3 миллиона, по его мнению, можно опустить. Схожая позиция у кировских автолюбителей. «Я абсолютно с этим согласен. Зачем им разъезжать на дорогих машинах? Наши же деньги». «Впротив, чтобы они покупали машины за 3 миллионов рублей. Им нужно дать лимит максимум 600 тысяч рублей. Тогда они поймут, в чем прелесть жизни и не будут больше борзеть». «На мой взгляд, неразумно покупать. Я считаю, что достаточно автомобиля 2-1,5 миллиона для того, чтобы просто передвигаться. Три, ну, на мой взгляд, достаточно много». «Ну ладно, хоть вообще какой-то порог поставить. Это многовато для машины. Пускай садят на ладу. Все на равнях будем». «Добавлю, кировские чиновники областного уровня ездят на не очень дорогих по современным меркам машинах. Основу парка автохозяйства регионального правительства составляют Toyota Camry с начальной стоимостью порядка 1 миллиона рублей». «Трасса 101». К 2016 году 40% продаж новых машин в России будет приходиться на альянс Renault-Nissan. Такую задачу ставит новый председатель Совета директоров автоваза Карлос Гоун. Что касается автомобилей марки «Лада», то им иностранный специалист отвел 23% рынка. По его мнению, основная проблема «Жигулей», как привыкло говорить старшее поколение, – невысокое качество. Но его можно довести до уровня мировых брендов в кратчайшие сроки, – уверен Карлос Гоун. Деньгам, взимаемым в виде штрафов с кировских автомобилистов, нашли еще одно применение. На улице Ленина, рядом с корпусом ВИАД ГГУ в Чижах, появился светофор с вызывным устройством для пешеходов. Поставить электронного регулировщика там изначально планировалось в следующем году. Но чиновникам и полицейским удалось договориться об этом пораньше. На этом все. Будьте внимательны. Пока.